Ваша коллега Оксана Петровна Попова продолжила этот разговор по одной из программ хосписа, о которой она сейчас нам расскажет. Спасибо, Елена Владимировна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Екатерина Александровна рассказала про весь хоспис в целом, про разные направления, про то, что есть часть работы, которую мы проводим в Москве, часть Московской области, а есть еще такое маленькое направление нашего хосписа – это перинатальная паллиативная помощь. То есть это помощь, которая начинается на этапе беременности, когда дети с тяжелыми диагнозами еще не родились. И критерии, по которым мы берем эту программу, это подтвержденные специалистами неизлечимый тяжелый смертельный диагноз у малыша, еще нерожденного. Это отказ семьи от прерывания беременности. И мы знаем, что семья в такой ситуации может прерывать беременность на любом сроке, но есть семьи, которые отказываются от этого. И еще один критерий – это желание семьи, потому что, конечно, семья находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии и не всегда готова обратиться за помощью и принять ее. Перинатальная – это около родов, и мы начинаем работать с того срока беременности с семьей, когда диагноз выявили. Это может быть и первый скрининг, это может быть и гораздо больший срок, если раньше не было видно каких-то пороков развития. И дальше мы сопровождаем семью во время всей беременности, обязательно в родах, и после рождения ребенка, если он нуждается в полиативной помощи, мы передаем его своим коллегам, которые занимаются полиативной помощью детям. Программа в нашем хосписе появилась в 2018 году благодаря пилотному проекту Департамента здравоохранения Москвы, результатом которого было внесение изменений в порядок оказания полиативной помощи. И в 2021 году туда внесен седьмой пункт, в котором прописана помощь беременным женщинам, у которых установлены хромосомные нарушения и врожденные аномалии у плода с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья после рождения. И в том числе прописана полиативная помощь в неонатальном периоде. Мы оказываем помощь также семьям, находящимся на территории Москвы и Московской области, вне зависимости от регистрации. И несмотря на то, что запустили мы программу в 2018 году, первые роды были в 2019 году. Мы говорим о тяжелых диагнозах, и на этом слайде, к сожалению, вам не видно, с какими патологиями у нас были дети. И это, на самом деле, для нас такие очень важные и цифры, и знания, которые мы получили, проходя эту историю с семьей. Это 10 детей, например, с анонцефалией, 25 детей с синдромом Эдвардса. При многих патологиях высокий риск антинатальной смерти, что часто бывает в нашей программе. При некоторых патологиях, например, диафрагмальные грыжи, это пороки развития почек, на первое место выходит после рождения проблема с гипоплазией легких, невозможностью вентиляции. Эти дети живут минуты или часы после рождения. Много детей, 21 ребенок с пороками сердца, которые, к сожалению, очень сложно спрогнозировать, как будут вести себя после рождения, после перестройки кругов. Это скелетные дисплазии и просто множественные пороки с неподтвержденной хромосомной патологией, редкими. Сейчас остро встал вопрос в нашей стране о снижении рождаемости. И я хотела вместе с коллегами, вместе с вами, немножко попробовать порассуждать о том, как перинатальная палитивная помощь может повлиять на эту проблему. Наверное, нам нужно признать, что семьи, которые выбирают сохранение беременности, они всегда, при неблагоприятном прогнозе у малыша, они всегда были, есть и будут, вне зависимости от того, есть такая перинатальная программа или нет. Но очевидно, что эти семьи крайне нуждаются в специализированной поддержке и в помощи. И если в эту беременность, которая, к сожалению, закончится смертью малыша, семья получит эту помощь, я думаю, что у нас есть гораздо больше шансов, что эта семья родит впоследствии еще ребенка, вернется к этому выбору. Наша цель, цель нашей программы – это реализация права мамы, любой мамы из семьи, принять информированное и взвешенное решение, что делать дальше с этой беременностью. Женщина имеет право прервать беременность, и точно такое же право она имеет сохранить эту беременность. И, конечно, это право родить малыша тяжелобольного реализуется и без нас. Женщины рожают тяжелобольных детей. Но наша цель – создать систему продуманную поддержки таких родителей. И если семья выбирает прерывание, тут все понятно. Есть медицинские манипуляции, психологическая помощь. А вот если решает сохранить беременность, тут, в общем-то, врачи пытаются повлиять на этот выбор. А когда не удается, что делать дальше с этой семьей, не очень понятно. Нам очень важно создать такие условия, в которых, пройдя весь путь от постановки диагноза до смерти ребенка, семья сохранит доверие к медицине, доверие к врачам, доверие к системе родовспоможения. И в дальнейшем вернется в эту систему родовспоможения для того, чтобы родить еще одного малыша. Часто, очень часто, врачи, пока их не слышат родители и в разговоре с нами, задают один и тот же вопрос. Ну почему, ну зачем рожать таких детей? Мы общаемся с родителями очень много. И вот спустя пять лет нашей работы мы видим, что всех их объединяет очень особое отношение к беременности. Это могут быть религиозные или нерелигиозные родители. Но они все относятся к ребенку, который еще не родился, как к человеку, а к его жизни, как к жизни, которая не принадлежит им. И для них просто не существует другого варианта. Это просто немыслимо для них выбрать другое какое-то, да, вот прервать его жизнь. Это выше их сил. И когда мы с ними общаемся, мы видим, насколько тяжелый это выбор. И, наверное, когда это так страшно и тяжело, здесь нет правильного или неправильного. Есть тот выбор, с которым семья сможет жить каждый день своей жизни. Да. В чем нуждаются семьи, которые оказываются в нашей программе? Ну, они нуждаются в том же, в чем нуждается каждая другая семья. Чувствовать себя семьей, быть вместе, ощущать себя родителями. У нас, как обычно бывает, пока ребеночек здоров, да, на УЗИ, у врача, все говорят, мамочка, малыш. А когда выясняется, что какая-то очень страшная патология у малыша, переходит на медицинский язык, и ребенок становится плодом. Говорят, например, какая разница какого пола, все равно не жилец. Для родителей это крайне тяжело, потому что ребенок – это плод их любви. И он для них не ошибка, не брак какой-то, да, это для них огромная драгоценность в жизни этого ребенка. И диагноз не отменяет эту любовь, никуда не девается она. И все родители, потеряв ребенка, они даже совсем маленького, они навсегда остаются родителями этого ребенка. И для того, чтобы их поддержать в это трудное время, мы создали нашу программу. И у нас для этого есть команда, в нее включены, входит я. Я по образованию врач-оркшир-гинеколог, но как бы условно врач, я не практикую. Но знания мои помогают лучше понять диагноз, лучше понять состояние мамы. У нас есть координатор, который занимается организационными вопросами. У нас есть целая служба сопровождения, три сопровождающих, которые присутствуют обязательно на родах. Кроме того, у нас есть врач-неонатолог, фотограф, у нас есть социальный работник, юрист, и при необходимости священник, который выезжает на роды. Где мы встречаем семьи, как они к нам попадают в программу. Московские семьи проходят перинатальный консилиум городской. И там маршрутизация построена так, что все после 22 недели попадают на этот консилиум, который проходит один раз в неделю, в три часа дня, в одном и том же месте. И обязательно один из наших сотрудников на этом консилиуме присутствует. И если семье нужна наша поддержка, то мы ее предлагаем, рассказываем про нас, обмениваемся контактами, и дальше с семьей встречаемся. В Московской области, как мы поняли, в Маниаге, как нам стало понятно, в Маниаге нет определенного времени проведения консилиума. То есть когда семья приезжает, то тогда он и проводится. И, к сожалению, поэтому мы не можем как-то так пересекаться с семьей. Но из Московской области у нас тоже много семей, которые находят нас через интернет, или к нам направляют их специалисты, которые уже слышали про нашу программу. И после того, как семья встает к нам на учет, начинается работа. И в первую очередь нам важно создать такое пространство, в котором семья будет чувствовать себя в безопасности. И нам очень важно дать семье почувствовать, что мы уважаем их выбор и уважаем жизнь их ребенка. И, кроме того, мы готовы с родителями говорить на очень трудные темы. И мы все знаем с вами, что иногда очень важно говорить и быть услышанными. И поэтому, когда мы встречаемся с родителями, они, например, говорят с нами про болезнь, про смерть, про их страхи, про их опасения, про их сомнения. Они говорят о том, что они иногда боятся даже больше не смерти, а того, что ребенок выживет. И просто озвучить эти страхи вслух для родителей бывает очень важно. Родителям важно говорить о любви к малышу, потому что иногда, например, когда у малыша анонцефалия, для окружающих непонятно, как его можно любить. А родители все равно его любят. Им важно говорить о потере ребенка, о потере надежд. И разрушились их мечты о том, что для этого ребенка они хотели и ждали. И важно задавать вопросы, на которые нет ответов. Мы так и говорим. Мы не знаем ответ на этот вопрос. Но от того, что вопрос прозвучал вслух, иногда становится легче. Вот так выглядит переговорная, в которой мы встречаемся с родителями. И это такое уютное место, в котором мы готовы выделить семье, много времени уделить. И иногда одна мама, например, пришла в эту переговорную, она села и просто стала плакать. И она говорит, я поняла, что я здесь могу плакать, потому что здесь мне не нужно защищать своего ребенка. И здесь я могу просто как бы горевать и чувствовать поддержку. Но, конечно, кабинет — это не главное. А главное — это вот это пространство, где вместе с семьей ценится каждый день и каждую неделю прожитая малыша. И чтобы запомнить это время, мы предлагаем семьям разные такие вещи. Например, ультразвуковое исследование, которое проводит наш специалист, не с целью выявить многочисленные пороки, а с целью провести такую встречу с малышом, записать видеофотографии. У одного малыша, например, не было ни одной части тела, без пороков практически, везде были какие-то проблемы. Но врач сделал фотографию стопы, ножки, и семья хранит эту фотографию. И предлагаем сделать беременную фотосессию, и многие родители рады такой возможности. Мы, как я уже сказала, радуемся каждой прожитой неделе малыша. И родители часто в нашей программе говорят, что мой ребенок, они не говорят, он нисколько не пожил, если он, например, погиб антонатально. Они говорят, мой ребенок прожил 38 недель беременности. Или мой малыш прожил 40 недель беременности и 2 часа, или 5 минут. Один папа у нас сказал, многодетный папа, он сказал, всех детей я начинал любить после рождения, а у этой дочки может не быть после. Поэтому я учусь любить ее уже сейчас. И мы в неделе беременности отправляем семьям иногда цветы, что пишем там имя. Почти все родители дают имя детям до рождения. Мы называем детей по имени обязательно. И вот отправляя цветы, обычно на 30 недель беременности, если малыш дожил, мы пишем открытку, в которой говорим о том, что это цветы и для Лизы, Кати, Ксюши. И родители эти открытки потом берегут. И цветы для них тоже имеют какое-то большее значение, чем цветы. Например, одна мама сказала, что в букете были гвоздики и розы, и после этого она на могилу к дочке всегда берет букеты из гвоздика и роз. И еще важное, что мы делаем на этапе беременности, мы предоставляем информацию. Потому что у нас есть много времени. Усвоить информацию в состоянии стресса семье крайне сложно. Ее нужно повторять много раз. Мы сделали с фондом детский палеотив материалы методические по самым частым диагнозам. Ну а кроме того, так как мы хоспис, у нас есть возможность наблюдать детей с тяжелыми диагнозами не только в условиях реанимации, но и дома, как они живут, как они едят, не едят, развиваются, не развиваются, как к ним относятся братья и сестры. И иногда родителям очень важно продумать все прямо и понять заранее, вплоть до того, где поставить тумбочку для аспиратора в комнате. И еще, что мы делаем, мы предлагаем пообщаться с другими семьями, в которых были или есть дети с похожим диагнозом. Предлагаем психологическую помощь, духовную. У нас есть священники те же самые, про которых Катя рассказывала, которые готовы встречаться с семьями и разговаривать. И социальная и юридическая помощь есть. И одно из важных дел, которые мы делаем на этапе беременности, это подготовка к родам. Причем такая подготовка, которую больше никто не делает. Когда мы начинали программу, нам писали родители письма о том, как они жалеют, что что-то не успели. Что не успели увидеть, не успели подержать, сфотографировать, что не подумали, что можно забрать, похоронить. И когда мы готовимся к рождению такого малыша, мы с семьей понимаем, что если не проговорить какие-то важные моменты, то можно упустить очень драгоценное что-то для семьи. И поэтому мы говорим с семьей честно и открыто про разные варианты. Про то, что им важно, если малыш погиб антенатально. Увидеть, подержать, показать папе, сфотографировать, сделать слепки ручек, ножек, сохранить прядь волос, одеть, побыть вместе какое-то время. Если ребенок родился живым, что для них важно? Успеть крестить очень многим важно. Успеть, опять же, показать папе. Быть рядом как можно больше времени. Для мусульман важно провести обряд наречения имени. И, опять же, там фотографии сохранить. И еще вариант есть, который мы проговариваем с семьей. Это в случае, если ребенок жив. И получается оформить ему нуждаемость в палиативной помощи в раннем новорождении, в раннем нонатальном периоде. И в таком случае мы говорим о том, что, если состояние ребенка позволяет, мы стараемся забрать его, по желанию родителей, в наш стационар или домой под опеку наших служб. И тогда уже родители могут выбирать виды помощи, от которых они могут, если хотят, отказаться от какого-то оперативного лечения, от реанимационных действий и так далее. Что мы делаем в родах? Ну, все, о чем мы договорились. И, кроме того, мы уверены, что семье в такой сложной ситуации обязательно нужна специализированная поддержка. Причем не только маме, но и папе, который присутствует на родах. Это должен быть человек, который умеет оказывать психологическую помощь в кризисных ситуациях. Должен быть человек, который умеет переводить с медицинского на русский. Который готов напоить папу водой. И у него есть на это время. Поэтому мы, конечно, уверены, что в родах, кроме партнера, который сейчас разрешен в роддомах, обязательно должен быть специалист по палеоативной помощи вместе с семьей. После того, как ребенок родился, в случае, если он погиб анте-интранатально или в первые минуты после рождения, наш специалист помогает в прощании с малышом. И, конечно, сотрудники роддома не имеют возможности. Они, в общем, и не должны помогать в этом сложном вопросе. Это должен быть человек, который умеет это делать, хочет это делать, знает, как это делать. Например, бывают такие вопросы, как надеть шапочку ребенку с санэнцефалией. Или какие-то еще особенности, нюансы. И поэтому для этого, конечно, должен быть специально обученный человек. Родители иногда готовят заранее одежду для ребенка. Вот это платье для Полины сшила бабушка. Для кого-то важно сделать фотографии. И важно, чтобы эти фотографии были красивые, чтобы показать их потом будущим детям или детям, которые уже есть, или родным. И поэтому они хотят, чтобы фотографии сделал фотограф. Мы просим приехать фотографа. Сопровождающий народах делает по желанию семьи слепки, ручек, ножек, может срезать прядь волос. Выписывает, например, дополнительную браслетку. Это единственная, получается, встреча с ребенком и сразу вместе с тем прощание с ним. И родители, они стараются запомнить каждую минуту. И они говорят, что когда держишь ребенка на руках, даже если он уже умер, то забываешь обо всем на свете. И о себе забываешь. И если ребенок родился... Да, еще хотела сказать важный момент, что одна из задач нашего сопровождающего подумать о таком вопросе, который может не прийти в голову, это чтобы родители не увидели, как ребенка кладут в желтый пакет. Что мы делаем в период новорожденности, если ребенок попал в реанимацию, это просим тоже приехать священника или пустить папу для обряда наречения имени. Просим как можно больше времени разрешать родителям проводить рядом с малышом, особенно в последние минуты жизни. И после смерти малыша в реанимации тоже по возможности дать ребенка на руки, выделить какое-то место для прощания. Опять же фотографии, если важно семье сделать. И если ребенок жив и нуждается в паллиативной помощи, а удалось оформить ВК, то мы по желанию родителей стараемся забрать его домой или в наш стационар, чтобы он по возможности прожил дома, пусть короткую, но максимально обычную, младенческую жизнь. Вот это фотография Маруси, первой рожденной в нашей программе девочки. Она прожила дома три месяца и дома умерла. Это немножко наши статистики. Всего за время существования нашей программы под опекой прошло 103 семьи. Из них 62 семьи в перименте. Это значит, что они потеряли малышей в перинатальном периоде. Девять детей переведены в детскую программу. И в дальнейшем часть из них умерли. Часть сейчас находится под опекой. И некоторые сняты с учетом. 21 ребенок снят с учета. Такая у многих очень удивляющая цифра, потому что это значит, что, конечно, диагноз он подтвердился, но не в полной мере. То есть это дети. Некоторые из них вполне развиваются. Они не получили даже инвалидности. Некоторые есть дети с ограничениями значительными здоровья, но при этом они не нуждаются в палеотивной помощи. И два ребенка сейчас у нас в перинатальной программе, но мы одного уже сняли с учета. Он дома со своей семьей. И, скорее всего, все будет в порядке. И ждем рождения еще девятерых детей. Сейчас еще интересная такая цифра, для нас очень важная. 23 здоровых малыша родились в семьях после перинатальной потери, после того, как малыш умер под опекой нашей программы. Вот, например, наверху это фотографии Полины, которая родилась в 2020 году. А в 2021 в семье родился Паша. Ксюша родилась в 2019 году и умерла через три дня после рождения. Осенью 23-го в семье родился маленький Лазарь. Такие картинки мы нашли. Мне кажется, на них хорошо видно, что ребенок даже после смерти остается частью семьи. Вот малыши с крылышками — это умершие дети. А дети, рожденные после перинатальной потери, есть такая терминология, их называют радужные дети. Но их рождение не отменяет жизнь предыдущего умершего малыша. Мы все время думаем, что дает семье силы жить дальше. И мы видим, что чаще всего это получается, если у семьи была возможность достойно встретиться и достойно проститься со своим ребенком, и при этом чувствовать поддержку и уважение к их выбору. И это получается тогда, когда у семьи есть возможность оплакать своего ребенка и горевать. Потому что перинатальные потери — это часто такое запрещенное горе, когда ребенок вроде был, вроде он умер, а горевать не принято. И это оставляет такую боль внутри, которая не дает часто родителям жить дальше. И важно чувствовать, что сделали все, что было возможно. И одна мама, например, когда мы ей сказали, что мы сочувствуем, что умерла ее дочка, она сказала, мне не нужно сочувствия. Я и вы, мы сделали все, что было нужно для Насти. Мне кажется, удивительно, какой ребенок каждый необыкновенный. И когда ребенок только родился, вот у нас такое чувство, что его окружает какая-то очень чистая, такая новая и неуставшая еще любовь. И как раз наша работа — это сохранить память об этой любви, сохранить все самое светлое и доброе об этой короткой встрече. И мы думаем, что от того, какая будет память об этой встрече, зависит будущее родителей и семьи. Спасибо вам большое. Я хотела сказать, что направление перинатальной палиативной помощи в нашей стране новое. И мы, опять же, с фондом «Детский палиатив» разработали материалы, которые есть в электронном виде. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!